добрый день сегодня хочу вам рассказать историю которая связана с притчами царя соломона сейчас объясню как и вот с моим сегодняшним утром ну представьте утренняя молитва в нашей синагоге все стараются помолиться и все уже заканчивается молиться молитва и все стараются как можно быстрее собрать свои вещи то сказать и быстренько бежать там кто на работу кто на учебу все торопятся по своим делам и вот все как бы как обычно и вдруг подходит какой-то человек который собирает дзаку собирает пожертвования на как это называется на свои какие-то нужды не личные либо у него есть какое-то учреждение либо это учебное заведение либо он собирает на помощь бедным вдовом сиротам т.д. т.п. это достаточно нормальное явление часто встречающиеся что свою ходят люди собирают деньги в синагоги и вот поскольку все очень-очень торопятся у меня было ощущение что этому человеку никто ничего не даст вот так мне казалось ну потому что как бы ну 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 все но очень торопились буквально это был миньян последние таскать когда все быстро быстро помолились все быстро быстро куда-то бегут и вдруг этот человек начинает говорить и он начинает говорить очень скромно не говорит мне должны помочь никого нет никакого такого тона обязующего других людей он как-то очень-очень скромно да он говорит о том что у него есть койлель что этот койлель мы ему изучают тору и тора это древо жизни да те кто держится за нее так скромно и вдруг у меня самого самого возникло желание достать кошелек и дать что-то что у меня есть ну как бы небольшую какую-то сумму но не я не почувствовал что я не могу оставить этого человека без пожертвований почему я вдруг подумал почему это так уже потом ко мне пришел в голову вот этот стих из притчи старая соломона который я сейчас процитирую а в тот момент я пойму следующее как нам кажется должен себя вести по правилам современного каучинга и бизнеса человек который должен у вас что-то забрать вас в чем-то убедить должен показывать свою уверенность в себе показывать что ну вы не можете не дать ему средства показывать задавить вас грубо говоря своим авторитетом да умелся совершенно по-другому и вот на это общество людей которые таскать там находились да наоборот это возымело совершенно другой эффект вот это возымело эффект вот его скромность вот этого не притязательность вот этого же нежелание надавить я подумал несколько вещей ну во первых где мы видим да что все таки всевышний раскрывать я подумал что вот это как в храме раньше когда человек приходил в храм он чувствовал присутствие всевышнего вне храма даже когда был храм присутствие всевышнего чувствовалось меньше он чувствовал больше чем он чувствуется сейчас вне храма но все равно храм это было то место где всевышний раскрывался человек туда заходил он наполнялся богобоязненностью теперь в наше время синагога это малый храм и люди которые пришли в синагогу они же верят в бога и вдруг то сказать они видят этого человека который так скромно и спросто просит на изучение тор и средства и вдруг то сказать у всех открылись кошельки я вам говорю буквально много-много людей то сказать все достали как бы хотя бы по шекелю хотя бы по 2 там кто-то достал нам 100 шекелей какой-то наш друг у него там есть собственный зал торжеств он такой более-менее состоятельный как бы и он так сказать как бы сразу достал к это крупную сумму относительно крупную опять же я говорю никто там не собрал миллион долларов не думать но по крайней мере все никто не остался равнодушным почему то что в этом месте где есть малый храм всевышнего есть проявление проявление истинной торы вот это вот проявление присутствие всевышнего несмотря на то что вне всевышнего не чувствуется но вот здесь тас когда его присутствие через вот вот этого вот желания выполнить воли свечи она очень почувствовалась так мне казалось а потом я вспомнил вот этот пасук который говорит царь саламон им ля лейтим если для легкомысленных или для клоунов или для насмешников уйолит сьюшни над ними будет насмехаться вэле анови а скромным итенхэн он даст симпатию шесть симпатий в глазах других людей то есть вот эта скромность говорит царь саламон она вызывает симпатию к этим людям и тогда я понял вот вот так оно и написано почему этот человек так вызвал такую симпатию в глазах тех людей потому что он действительно ввел себя очень скромно вот такое наблюдение вот такое мое объяснение можете его либо покритиковать либо с ним согласиться пожалуйста ваше право спасибо большое